омоген а теперь он досяг яна наша лакая чакшар умери там и на то с моей игровейного х я уничтожала бахте бималовадут махарашки я я уничтожала бахте субхир га своей махарашки идея я уничтожала бахте нир мало чари махарашки бахте бережном от крыса я уничтожала бахте рожонна подкосленное на что рождации сухой придет стимари сухой нужна пасца работы Vegas бабыжи махараш кидай джоун вишта пасхи его сайт читанан да бахтинон такурки для я умышта пасхи в джиганах да с бабыжи махараш кидай ширупану гуру варгаке джоун аммача решила хридас такур и джоун анткоти вашна аренды джоун шичитане сразу от матка человека вредники джоу шипа отведя роман про булки джоун что патри шварением сила чеба кидан с вами пропадки я супер и кара шиши муру буран ван хору лет хори джеки джеки гираж гор ханки ищем висим хдп прохват махарашки чем от туши махарани вы деды вики бахту ринге и тайго примананды рыбу хари крышу дорогие преданные доброго дня рады всех видеть на нашей дневной программы продолжаем изучать шима богатам умному богатэ васудэ ва я умному богатэ васудэ ва я мы продолжаем читать шима богатам сегодня начинаем читать главу третью закончили вторую божественность и божественное служение где сута госвами начал отвечать на вопросы мудрецов на самые основополагающие вопросы что главное в этой жизни для чего жить вот для чего все это предназначено и сейчас мы приходим к главе 3 кришна источник всех воплощений кришна источник всех воплощений то есть господь господь он источник всех аватаров всех проявлений гун аватаров шахтивеши аватаров различные различные проявления господа постоянно приходят на землю постоянно воплощаются постоянно управляют всей нашей жизнью мы должны понять что за всем за всем стоит за всем за всеми событиями за всеми нами стоит стоит господь господь кришна хрея кришна сута овача джагреппуру паурушам рупам бхагаван махат адибхи самгутам шодашакалам адаллака сашрикшая а сута сказал в начале сотворения материального мира господь распространил себя сначала во вселенскую форму воплощения пауруши и проявил все элементы материального творения таким образом в первую очередь были созданы 16 начал материальной деятельности это было сделано с целью сотворения материальной вселенной в начале сотворения материального мира господь распространил себя сначала во вселенскую форму воплощения пауруши и проявил все элементы материального творения таким образом в первую очередь были созданы 16 начал материальной деятельности это было сделано с целью сотворения материальной вселенной как правило то что мы видим в этом мире когда люди говорят о боге как раз именно вот о боге который сотворил материальную вселенную то есть все людям большинству живых существ мира кажется что этот мир этот единственный мир который только существует и вот господь он есть один и единственный творец он сотворил эту вселенную для нашего блага для нашего счастья для нашей радости вот и мы здесь должны наслаждаться вступая с ним во взаимоотношения как с отцом небесным соответственно это общая общепринятая идея этого материального мира кто такой бог но мы должны понять что это ограниченное представление исключительно для одной нашей вселенной то есть которой вселенных бесчисленное количество то есть господь тоже даже повелевает он просто полномачивает какие-то определенные энергии повелевать всеми этими мирами и нужно понять что материальный мир он занимает микроскопическую вообще долю во всем во всем бытие господа потому что все бытие есть господа и говорится что вообще одна четверть от творения господа это материальный мир три четверти это духовный мир еще одна четверть это бесконечно можно представить как круг который разделить ну скажем на четыре сектора каждый сектор по своему расширению он бесконечно расширяется то есть также материальный мир он бесконечно расширяется и то есть даже духовный мир он гораздо более бесконечно расширяется в три раза больше чем материальный в бхагавадгите сказано что личность бога щекришна поддерживает материальные вселенные распространяя себя в свои полные экспансии форма пуруши о которой говорится здесь подтверждает этот принцип изначально личность бога васудева то есть господь кришна известный как сын царя васудевы или царя нанды исполнил всех богатств всего могущества всей славой всей красоты всего знаний всего отречения тысячное его достояние проявляется виде безличного брамана а а частично как параматма частично его достояние проявляется в виде безличного брамана а частично как параматма форма пуруши той же самой личности бога щекришны о которой говорится здесь изначальное проявление господа как параматмы материальное творение существует три форма пуруши и первая из них данная форма каранадакаша и вишну другие две другие его формы гарбадакаша и вишну и кширадакаша и вишну и мы поочередно рассмотрим их бесчисленные вселенные появляются и спор на коже каранадакаша и вишну и в каждую вселенную господь входит как гарбадакаша и вишну богу отбить и также говорится что материальный мир через определенные периоды времени создается и вновь разрушается созидание и разрушение происходит по высшей воле да тут с домодаром пришли рассказал такой не история такой то ли клип то ли ролик не помню где где то ли ему кто-то рассказал про этот ролик то ли он где-то видел скорее всего кто-то ему рассказал потому что не смотрит ничего сидят двигать ну кадр такой две горы и они между собой что-то общаются и какой-то момент времени на эти две горы накатывает волна пена и она так окатила их плавно ушла я такая одна говорит ой что это было другая она говорит брось это просто человечество пришло и ушло временное представление на самом деле нашего бытия вот такое то есть мы думаем что мы здесь что-то какое-то великие дела делаем там какие-то заморочки там миссии какие-то у нас там крутые а для кого-то это просто не как бы ну пена она пришла улетел ушла и это просто не обращением это просто человечество пришло и ушло на этом вот его его как бы бытие закончено материальный мир он разрушается и восстановится а духовный мир он не рушится то есть вот одна четверть мироздания бога она разрушается и восстанавливается а как она может духовный мир как он может разрушаться если он это мир сознания то есть он никак не разрушается он постоянно ну вот ну вот как у нас вот есть у нас идея в голове вот эта идея она как она конечно может видоизменяться но это тоже уже новая идея и новая идея это все и все это все сосуществует все идеи они сосуществуют но когда идет вопрос о воплощении идеи воплощение идеи тогда происходит какие-то действия это на внешнем уровне что-то происходит там допустим идея вентилятора да идея вентилятора она дуть воздух да вот и она в принципе идея она неразрушимая идея потому что вентилятор должен дуть воздух но этот вентилятор он может создаваться пересоздаваться он может ломаться разрушаться то есть но сама идея она остается вечной то есть вентилятор дует воздух а все что из чего он состоит из материальных элементов это все да то есть все все эти идеи различных вот этих но мы должны понять что еще такой момент что этот материальный мир он материальный мир только до тех пор пока мы его оценим как источник нашего усложнения пока мы здесь боги поэтому для нас он и разрушается но с точки зрения духовной это просто ингредиенты ингредиенты для служения это особый духовный мир который служит определенным образом определенные в определенные лиги госта то есть потому что нет ничего не духовного просто но есть просто чистая галока галока чистый трансцендентный мир мир чистого сознания чистого духа и там нету ну скажем демонов да там нету какого-то противостояния там есть идея противостояния но нету как такового и поэтому создается этот мир того чтобы эти идеи противостояния воплотились для для лива господа для полной лива господа А можно сказать, что именно в числом духовном мире Наша духовная трансформация, она минимальна А здесь мы постоянно стараемся трансформироваться А в духовном мире нет смысла трансформации Потому что в духовном мире все заняты уже служением своей Там уже определено и место, и понимание, и все Сама наша сущность, она уже определена Мы просто в материальном мире, если брать с точки зрения лилы С точки зрения лилы, допустим, живое существо хочет испытать какую-то лилу Совместно с Господом Она одевает некий скафандр, некую йога-майю Не маха-майя, а йога-майя-иллюзию Для того, чтобы участвовать в лилах Господа Это, соответственно, что-то забыть, о чем-то не знать, что-то не помнить И участвовать в лиле Потому что лилы, она должна быть насыщена некими непредвиденными событиями Потому что неинтересно смотреть кино, когда конец известен Понимаешь? А когда... Ты играешь заново? Да, но есть категория душ, которые... Причем они с абсолютной точки зрения созданы специально По плану Господа Которые якобы впадают в зависть В зависть по отношению к Богу Хотят быть сами Богами И якобы для них создается этот материальный мир Для того, чтобы они как бы вкусили этих плодов Это относительная точка зрения Но нам лучше занимать эту точку зрения Потому что у нас не хватит шакти, энергии переварить абсолютную точку зрения Потому что абсолютная точка зрения, она на нашем уровне Но мы, скорее всего, не сможем ее вместить Поэтому нам лучше занимать относительную точку зрения Что да, мы материалисты, пришли наслаждаться этим материальным миром Нам нужно как бы Что-то понять в этом мире Что-то изменить, справиться Научиться служить Господу Ну, это просто нужно понять, что С являющей точки зрения Эти две точки зрения, они сосуществуют И они обе истины Они обе... Ну, просто мы занимаем относительную точку зрения Потому что мы не Господь И мы не можем занимать Его точку зрения Потому что Он может как в наше положение войти Так и в свое собственное И поэтому с Его точки зрения все это гармонично Это нужно для Его собственного удовольствия и счастья Но мы, занимая относительную точку Мы можем занимать точку зрения только свою собственную Мы не можем Его точку зрения Потому что у нас точечное мышление точечное Мы можем сегодня так думать, завтра так Завтра настроение поменяется Мы уже будем как бы в депрессии И будем совсем по-другому мир воспринимать Поэтому нам говорят, что Ну, абсолютно точку зрения Это как бы, ну, удел Святых Святых, у которых есть полномочия Ну, находиться на этом восприятии То есть, или, ну, как говорят Заслужили они Или там Они никогда вечные спутники Господа Которые не зашли в этот мир То есть, ну Мы должны всегда понимать Не как оно должно быть А как мы на самом деле Есть Потому что если мы сейчас Вот сегодня у нас есть вдохновение Мы все понимаем У нас есть осознание какое-то До этого мира Все хорошо Что будет завтра Какие энергии придут в нашу жизнь Потому что мы же настолько незначительно Мы попадаем под влияние вообще Массы-массы других живых существ Массы негативных и позитивных условий Всего этого Поэтому мы должны Смирение – самое лучшее чувство Потому что когда мы занимаем смиренную позицию Мы понимаем, что да, Господь Вот все так Будем делать Как можно лучше в данной ситуации Пришло так вот Значит, надо сделать как Поэтому преданные для них Что прикольно Что они живут И любое событие Какое бы ни приходило Оно вызывает энтузиазм И позитив Причем Причем события Могут быть прямо противоположные Ну это просто Когда занимаешься так серьезной Духовной практикой Ты понимаешь Что бы ни происходило В принципе В принципе Если это рассматривать С божественной точки зрения То это все позитивно И все очень интересно И преданные поэтому радуются Любому событию Как позитивному Так и негативному Поэтому Слово, что не хуже Да Просто Единственная Ну Единственная проблема Когда вот Ну бывает Там, скажем Тело плохо функционирует Там депрессия какая-то Самочувствие плохое Бывает очень тяжело Как бы Ну И то как бы Если Ну преданный Довольно-таки Прокаченный Скажем так Да То, что Ну Ему немощь Даже как бы Ну Как это пословица В немощи Познается благодать Божия Немощь Она тоже То есть Если это преданный Он как бы Оценит эту немощь Как благословение Господа И будет просто счастлива Лежать там Или Ну Пребывать в своей болезни Но внутри Переживать некие Трансцендентные Вот Когда это не трансцендентно А находится в гуне невежества Тогда это вызывает Страдание То есть Апохмельный синдром Да Допустим Человек он В невежестве И он Ну какое Осознание Он просто чувствует Чувство вины Там Или еще что-то И как бы Ему плохо Вот Мутит Крутит Он чувствует Что за все Нужно еще заплатить Что он там И говорил Как бы И вот это вот Невежественное состояние Оно вызывает Оно вызывает такую Скорбь Все это Ну Просто нужно Рассматривать В общем и в частном Правильно? Характерично Вот матушка она знает Что Когда Господь в сердце Все хорошо Правильно? Тяжело Тяжело Лучшая практика Собирать Навоз Пошел Там Навозом Воздухом Подышал На птичек Посмотрел Там Вот Господь Понимает Что Господь со мной Он меня никуда не бросил Он здесь рядом Как бы Дает возможность Еще навоз Собирать Самое лучшее лекарство На самом деле Лучше лекарство Не придумаешь Потому что Никто никуда не торопит Правильно? Идешь себе по улице И смотришь Где лепехи лежат Вот Солнышко светит Птички поют Все хорошо Харик Кришна Мы тут Профобменимся С нашими преданными Так Ну мы сейчас Читаем комментарии Созидание и разрушение Происходит по высшей воле Ради обусловленных душ Живых существ Которых называют Нитте-бадхи Нитте-бадхи То есть Вечно обусловленные души Обладают чувством Индивидуальности Аханкарой Ложным эго Побуждающим их Доставлять наслаждение Своим чувством Хотя по своей Изначальной природе Они не являются Наслаждающимися То есть Нитте-бадхи Георгий 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 Господь единственный Наслаждающийся А все остальные Объекты Наслаждения Живые существа Подчиненные Наслаждающиеся Однако Забывая об этом В своем изначальном положении Вечно обусловленные души Жаждут Наслаждений В материальном мире Обусловленным душам Предоставляется возможность Наслаждаться Материей Материей В материальном мире Обусловленным душам предоставляется возможность Наслаждаться материей Но вместе с этим им дается шанс Осознать свое истинное Изначальное положение Удачные Удачливые живые существа Которые постигли истину И прожив много жизней В материальном мире Предали с лотосом Стопом Восудевы Присоединяются к вечно свободным душам Получая таким образом Возможность Войти в царство Бога После этого Таким удачливым живым существам Уже не нужно возвращаться В приходящее материальное мироздание Но те, кому не удалось Спастить свою изначальную истину Во время уничтожения Материального творения Вновь погружаются В Махаттатву Когда начинается Новый цикл творения Махаттатву Эта Махаттатва Содержит в себе Все составные части Материальных проявлений В том числе И обусловленные души Махаттатва Делится на 16 основных частей 5 грубых материальных элементов И 11 орудий Деятельности чувств Махаттатва Подобно облаку В ясном небе По всему духовному небу Разбито сияние Брамана И вся система Излучает духовный свет Махаттатва Средотачивается В определенном уголке Огромного безграничного Духовного неба И та его часть Которая оказывается Покрытой Махаттатвой Называется Материальным небом Махаттатва Лишь незначительная часть Всего духовного неба Но в ней находится Бесконечное множество вселенных Все эти вселенные Вместе взятые Создаются Каранадакаша и Вишну Называем он также Маха Вишну Которая оплодотворяет Материальное небо Одним своим взглядом Такая вот удивительная реальность Харея Кришна Но завтра Будем продолжать Самая интересная книга Шримад Бхагатта Мы читаем Чиритамрит и Бхагава Гид Если мы Начнем Глубоко Вообще Заинтересуемся Этими книгами То мы поймем Что нам больше нечего В этом мире изучать И вообще нечего Что-либо делать Кроме как Проставлять То что в них Описано Харея Кришна Субтитры cropят Этими книгами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok